В этом видео тебя ожидает Акстар нашёл преподавателей гитары на Авито. Он будет притворяться, что не умеет играть на гитаре, а потом как вжарит. Посмотрим на реакцию преподавателей вместе с тобой. Я думаю, будет очень круто и интересно посмотреть на их реакцию. Погнали. Погнали. Стоп. Если это видео набирает 30 тысяч лайков, я начинаю снимать следующую часть. А также, если ты здесь впервые, то подписывайся на канал, посидиасик, начните мне. Делай красную кнопку серой. Вот, вроде бы всё. Ты как сделал? Типа я сижу. Прикольно, да? Ну всё, давай. Чё ты тут сидишь, смотришь? А что ты вообще умеешь на гитаре? Ну, сери, там струны, зажимать аккорды, может быть? Я учился очень много лет назад. Помню только об этот аккорд. И какую-то мелодию. А, Гарри Поттер. Ну, смотри. Давай, чтобы ты вспомнил потихоньку, начнём с простого упражнения. Можешь взять аккорд, который ты показывал, и простой перебор. Без басовой струны, просто 3, 2, 1. То есть, соответственно, дёргаешь третью, вторую и первую струну по очереди. Подожди, вот правильно так? Да, вполне. Можно на другом? Да, конечно. Ну, где тебе удобнее, если знаешь какие-то аккорды, послушай звучание. Хорошо. Думаю, понравится. Понятно. Не, ну здорово. Я так не умею. Ты уверен, что тебе нужны уроки? Типа, вряд ли я тебя чему-то научу. Я там только вот и серии аккордами умею и баррэ научить могу. Давай немножко про себя. Меня зовут Паша. Я захотел, ну просто научиться что-нибудь сыграть на гитаре, что-нибудь, может быть, девушке сыграть. Ну, это прикольно, это классно. Тогда смотри, у меня просто есть, как бы, такой базис, который я даю ученикам. Это, во-первых, правильная посадка. Всегда на первом уроке говорю о правильной посадке, о правильном расположении пальцев, как бы, на грифе. Немножко волнуюсь. Да ладно? Вот хотелось бы такое романтическое сыграть. Так, ну, смотри. В плане что-то романтическое сейчас могу тебе раскинуть романс. Какой? Гомоса не играл? Нет. Знакомое что-то. А можете показать? Да, конечно. О, господи. Ну, я понял. Хорошо, сейчас. Сори, я могла бы... Но я без своих ногтей там вообще... Так, вроде бы, правильно. Да, вполне. Мне кажется, ты меня обманываешь. Ты сидишь в достаточно серьезном месте, похожем на звукозаписывающую студию, и играешь, я думаю, не первый год. И я уверена, что не первый год. Почему? Ну, я же вижу. И я не вижу себя помощником тебе. Слушай, ну, я смотрю, у тебя хорошая гитара. Какой у тебя уровень, примерно? Ну, единственное, что я умею, это играть одну мелодию. Поэтому я хотел бы как раз научиться играть какую-нибудь крутую мелодию. И хочу, чтобы вы показали, как что-нибудь играется. Слушай, ну, я примерно понял, да. Начать можем, смотри, с азов, да. Да, самое главное, это посадка, правильное положение спины, да. Расположение гитары, да. То есть у тебя рука должна быть достаточно свободно лежать на гитаре, и плюс гитара сама должна упираться у тебя в грудь, да. Она фиксируется не руками, понимаешь. Получается, ты достаточно расслабленный нужен, ну, вот здесь вот был. Например, вот я могу сыграть сейчас, да, такую вот тему, да. Ты все понял? Да. Нужно поставить ногу, поставить гитару. Гитара упирается в грудь, в ногу, свободные руки вот здесь болтаются. И играем. Ладно, понял. Это было достаточно неплохо. Следующая тема разберем. Иси, да кто ты вообще такой? Ой. И что это было? Это я не вам. Просто игра одна увлекла. Ну, слушай, просто игра так не увлекает. Ты во что рубишься, давай? Колись. В Lineage 2 Essence. Прям сразу так и понял. Эта игра всегда была той, которая отнимает кучу времени у игроков. Да, но в Essence решили эту проблему. Теперь можно не тратить столько много времени. Дело в том, что теперь вы можете поставить на автоматизацию основные процессы. Например, прокачка или убийство мобов. Слушай, ну раз там так все автоматизировано и удобно, что ж ты сидишь и отвлекаешься от занятий, скажи мне. Это да, но это не значит, что на автомате можно вообще все. Моего персонажа без присмотра легко убьют другие игроки. И вообще, в реальных событиях, пвп и осадах нужно делать все самому, конечно же. Вот сейчас на меня напали как раз из вражеского кланга. И я пытался отбиться. Отбился. В общем, ребята, если вы хотите поиграть в классное MMORPG с крутой боевкой, то присоединитесь ко мне, скачивайте Lineage 2 Essence, сервер с Карли. Тут куча народу, поэтому будет не скучно. Ребята, не хватает только вас, а ссылочка будет где? В описании. Я бы хотел научиться играть в какую-нибудь мелодию популярную, чтобы можно было друзьям сыграть. А, я понял. Ну слушай, есть одна популярная мелодия. Сейчас давайте возьму гитару свою. Смотри, в общем, есть такая мелодия. Это Mario, они вообще все знают. То есть, вообще по факту. Ну, то есть, все вообще. А, да, все. Такая вот. То есть, она идет, ну, это просто отрывочек. Если хочешь, мы можем тебе ее научить, например. Хорошо. Блин, ученики звонят, достали. Такие глупые вопросы задают. Просто пипец. Значит так, на чем мы с тобой становились? Mario. Поехали. Значит, смотри. Начинаем с первой струны. Три раза. Три раза открытую струну. Потом первый ватт, вторая струна. Так, сейчас еще раз. Да, 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 да. Все правильно. Я разыгрываю, что ли? Ну, я просто ее... Я просто ее знал, вот, я забыл уже, что я ее играл. Что ты умеешь? Классика. Хорошо. У нас рука, она должна быть не вот так вот, как обычно все держит, а вот прямо. И расстояние от кисти должно быть... Это вот так нужно, да? Да. Расстояние от кисти. Также существует табулатура, знаешь, что это такое? Ну, я примерно, да, понимаю. Ну, да, то есть цифрами мы записываем в лады. Вообще, я хотел бы что-нибудь такое, наверное, романтичное, что... Вот. Ну, Питер. Ты уже хочешь... Ну, смотри, из такого лирического я могу тебе предложить такую известную вещь, называется она «Green Sleeves» либо «Зеленые рукава». Слышал, наверное, о такой? Я тебе сейчас сыграю. Она, наверное, играется очень просто. Секунду. Ты бы хотел ее выучить? Ну, да, наверное. Может быть, я вообще покажу, какой уровень в целом у меня. Давай. Чтобы вообще понятно было, смогу, не смогу. Спасибо. 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 вот только я не знаю как она играется дальше и поэтому вот думал может быть покажете вот ну я эту вещь не учил я ее знаю прекрасно слушай ну ты играешь очень красиво ты не скромничай это на самом деле очень крутой уровень прям вообще я удивлена вот а ну попробуй найти видео урок потому что я не виртуоз ты виртуоз я нет может мне у тебя получится но я удивлена конечно я даже не значит чем-то научить можешь показать что ты умеешь вообще я знаю только вот одну мелодию и даже как она там сейчас вот вообще в принципе я бы хотел научиться что-нибудь играть что-нибудь красивое может вы знаете и в принципе хотел как раз чтобы вы на этом уроке показали что-нибудь красивое и научили вот я могу тебя научить играть рейкбэм по мечте для новичков как раз то что надо вот этот трюк выучил хорошо на третью страну и безымянный палец на четвертую страну на втором ладу а указатель на первом ладу и как и вторую страну да на играть вторую страну поочередно вторую и и пятую потом вторую третью и четвертую сейчас понял сейчас я секунду принесу кое-что я вот с этой штукой играю вот мне с ней очень нравится я научился играть одно произведение сейчас покажу если тебе понравилось это видео то поставь лайк и если наберется много лайков то я выпущу следующую часть на самом деле это очень затратно и очень трудно записывать но если вам понравится обязательно продолжение будет а на этом все это был акстар присоединяйся к нашей семье подписывайся на канал делай серую кнопку делай красную кнопку серой ну а на этом все это был акстар я тоже говорил вроде короче все всем пока тут 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 тут